Как и жахары белорусского гомеля, жахары российского Новозыпкова, ждут на доходы стабильных теплых ден. На улицах, если застается почный снег, но на дворе становится все больше комфортным, весна в речи начинается, и это саправды свято. Еще одна подстава для доброго настроения – святкование Белорусско-Российского Дня Еднания Народов, тем больше, что жахаров соседних регионов объединяют еще и огульные истории. С 1919 до 1926 Новозыпков уходил в склад Гомельской губернии, а чуть подых таку часу можно и зараз в городе заховался жмат будинку в початку минулого 100 года. Еще одна сторонка, якой могут гонориться обо два народа, перемогу в Великой Чинной войне. Подчас у складания кветок, допомненька двочей Герою Советского Союза, полковнику Драгунскому, об этом находывается еще раз. У денег Великой Чины Алексей Пименов-Пиракананы перемогли тому, что были разом, и он, зараз гомельчанин, народился на Бранщине, и у него полные 17 годов трапив у разведывания отрат славны. Брянская область, Гомельская область, Могилевская область, часть Витебской, часть Минской и Гродинской области соединились. Белорусов у Новозыпкова ведут добро, и сами россияне на гомельчане бывают часто, и простонники нашей краины тут жаданные гости. Некто приезжая по бизнесу справок, некто створая белорусско-российской семьи, некто учится в местовом университете. Также у нас сотрудничает учебное заведение, это колледж педагогический, медицинский колледж с вашим учебным заведением города Гомель. Поэтому, ну, часто совместные там поездки, экскурсии, это, само собой, равные условия, равные возможности. Центральная подея подчас святкования Дня Единания народу Белоруссии и России, суместный концерт, подобные мероприимства Гомельской областной отделения Белорусского фонда «Миру» проводить у девятый раз. Червоная Горка, Гордеевка, Сурж, Климова, Злынка. Это те районные центры, где сустракали миротворцев. Непосредственно у Новозыпкови делегация у третий раз. Правда, сегодня-то у формат «Сустреча» унесли пыльные коррективы. В основном приглашена молодежь, приглашены студенты и учащиеся старших классов. Почему? Потому что мы считаем, что молодежь – это будущее. И от того, как мы их сумеем воспитать, направить, рассказать, что такое союз и как мы должны быть, и будет зависеть будущее. На сцене коллективы с Гомельской и Бранской областей. Один-одного изменяют наученцы и студенты белорусских и российских установок эдукации. Хоть и без старейшего поколения все ровно не обыходится. Народный ансамбль славянской и казахской песни «Рытмы сердца», Гомельского городского центра культуры, выхвановые песни на двух мовах. Обаяком узади не состоится никто, а аплодисменты уже не споняются. Мы, когда едем в Россию, мы берем белорусский, показать свой репертуар обязательно. Первый блок у нас белорусский, а потом даем славянский, казачьи, их песни поем, чтобы вместе что-то спеть. Больше две годины свято, доброго настрою и соправданного одинства народу и поколению. Визит гомельских миротворцев в российских новозыбках завершается. Гости и господары кажут об необходимости заховывать огульную едность, жить у мира и изгоди, деля сучастных и будущих поколению. Мы, дети, хотим, чтобы вы, взрослые, сделали все, что зависит от вас, чтобы мы жили в мирном, трудолюбивом, едином, дружном государстве, обеспечивающем нам благополучную жизнь. Олег Синтеров, Евгений Макинка, телерадиокомпания «Гомель», Новозыбков, Российская Федерация.